Радио РАНКУВИР Александр Михайлович, ну, помимо того, что очень приятно вас слышать, и прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить вас за то, что нашли таки время и согласились пообщаться с нами в прямом эфире, за что вам еще раз огромное спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Александр Михайлович, ну, хотел спросить вас, честно говоря, вот не знал такого факта вашей биографии, вы из семьи кадрового разведчика, родились в Лондоне, а вот насколько вам вот это помогало в жизни и в карьере, я имею в виду то, что ваш папа был кадровым разведчиком? Да, честно говоря, я даже не знаю, в принципе, ну, наверное, да, можно сказать, что, так сказать, поиск информации для журналиста или там для разведки довольно похожая история, возможно, я не знаю, я не работал разведчиком, но из разведки вышел много таких коммунитариев, скажем так, Ну, если взять, может быть, более близких, там, канадская аудитория, там, не знаю, но тот же вот Лекаре, с которым мой папа дружит, он же работал в контрразведке, или там Грэм Грин, Сан-Мерсет Му, все кадровые пацаны, которые реально там служили к Мулю, так что так вот, не знаю. Александр Михайлович, ну, вот буквально перед тем, как мы до вас дозвонились, вспоминал я программу «Взгляд», естественно, потому что, ну, прекрасно это помню, прекрасно помню о том, насколько вот вы, взглядовцы, были популярны в то время, я говорю, что, наверное, по популярности вряд ли уступали тогдашнему президенту Советского Союза Михаилу Сергеевичу Горбачеву, и каждую пятницу садились у телевизора, смотрели. Вот я хотел спросить, вы во многих своих интервью говорите о том, что вот эта популярность, вообще то, что получилось у вас во взгляде, это, по большому счету, случайность. Вот как это можно объяснить, как это может быть случайностью? Ну, случайность то, что именно мы, я думаю, в плане, что мы никаких особенных открытий-то мы никаких особенных не делали, в плане, что, может быть, там смелости у нас было чуть побольше, чем у всех остальных. Но, в общем-то, мы делали то, что для всего Советского Союза было важно, когда страна, которая прожила там 70 лет непонятно какому там занавесу, в теплице, закрытой информацией, и зашла в свой там нравственный, духовный, политический, экономический тупик, в общем-то, переход в новые представления, он же все начинается в головы человека. Я думаю, что это был такой очень искренний поиск вот этих ответов на вопросы, которые в нашем, там, тяжелом прошлом и странном, настоящем на тот момент. Приходили в студию разные люди, разных взглядов, не только антикоммунисты, но и даже правоверные коммунисты. Споры, дискуссии, это было очень, ну, вот, актуально, потому что, ну, я просто говорю про то, что говорили до этого на кухнях, это на очень некоторых. Да, не на всех. Вот, совсем не на всех, и, в общем, до многих это, то, что мы говорили, было действительно откровением. Но это было очень важно, потому что, в общем, ну, как, нельзя же всю жизнь, вот, жить, так сказать, как вот эти крысы, которых Ганс в известной сказке дуточкой куда-то там заманил, топил. Вот, поэтому, в этом смысле это случайно, что именно мы, потребность в обществе была, кроме нас были, там, газеты, там, литературные журналы тогда раскрывали запрещенную, лежащую на полках литературу. Начали выходить фильмы, которые были запрещены, там, ну, я помню, еще, даже до взгляда, я еще работал на навещании, там, где забыла за покаяние меня потрясли, всех, наверное. Ну, много-много всего этого было, там, по программе, да, и после полуночи. Просто мы выходили, что называется, индустриальным способом каждую неделю, без перерывов, иногда даже два раза в неделю. То есть, это был такой, ну, очень мощный рупор в этом плане, да, безусловно. Ну, и, по сути, ведь, помимо вот ваших знаменитых ток-шоу, ваших интервью, вы же, помимо этого, еще и приглашали, открывали, по сути, дело многих музыкантов, да, которые сегодня стали, по сути, легендами. Это и Виктор Цой, группа Кино, это и Борис Гребенчаков, Аквариум, это и, по-моему, Игорь Тальков был в ваших программах, да, то есть... Ну, Тальков, у него был, его, мне кажется, Тальков исключение, потому что, нет, он, может быть, был, я уже не помню, но его, вот, так сказать, содержательное творчество, оно началось чуть позже, чем началась программа «Взгляд», А на момент, когда, вот, 87-й год, он пел вот эту песню «Чистые пруды», и как раз было абсолютно нам противопоказано, потому что, как, я неоднократно говорил в передаче по поводу своего лучшего друга Жени Беловосова, что его песен не будет у нас никогда. Да. И, когда мы с ним там выпивали в компаниях, он всегда на таким очень смеялся, у нас его невеста. Угу. Угу. Александр Михайлович, ну, вот, опять же, и вы сами иногда говорили о том, что и, ну, наверное, где-то так и получалось, что, по большому счету, ведь в программу «Взгляд» власть-то не критиковала, да? Вот как вам удавалось вот ходить вот по этому лезвию, да, вот, вроде бы, действительно, люди с удовольствием это смотрели, для большинства это был некий прорыв, и в то же время вот какой-то такой жесткой критики ее, как вот, например, вспоминать, допустим, те же «Ельцинские годы», да, так называемые, ну, такого все-таки еще пока не было, да? Ну, вы знаете, тут же «Ельцинские годы» — это все-таки огромное количество людей вот смотрят, по крайней мере, тогда. Угу. И когда ты что-то говоришь, во-первых, это невероятная ответственность из-за тональности, из-за того, как ты выбираешь слова, потому что слушает огромное количество людей. Плюс надо иметь в виду, что, ну, для моих людей то, что ты говоришь вообще, это впервые, там, они узнают, как, там, про Сталина, например. Можно сравнить, мне Михаил Сергеевич Горбачев рассказывал, кстати, в одной из него книг есть, когда он с 20-го съезда вернулся к себе в Ставрополь, там был первым секретарем, и должен был, ну, в 56-й, да, год, сказать коммунистам, что там произошло, то, собственно, к нему подходили все, и он понимал, что его никто не понял, ему не повиняло. Настолько страна была, ну, индуктренирована сталинской идеологией, понимаете? Ну, вот ведь, конечно, может, было чуть помягче, но тем не менее, особенно, когда освещаешь, там, не знаю, конфликты, типа, там, вот я еду, допустим, на Горный Карабах, там, Армения, Азербайджан, там, очень чувствительный вопрос, шаг вправо, шаг влево будут погибать люди, вот, поэтому это постепенно, что нарастание, конечно, мы критиковали наши гости, критиковали власти, и за медлительность, и за экономическую политику, но тут, знаете, как, это работа прессы, и критиковать, то же самое мы начали делать в отношении уже Ельцина, там, собственно, ну, я уже был, там, народным депутатом, я не проголосовал за гражданские соглашения, мы критиковали эти соглашения, вот, в эфире, там, я показывал часы, которые мне Дарья Николаевич подарил, за оборону белого дома, где, там, я трое шутку просидел, а вот я их показывал в эфире, это уже, это, считайте, в августе был путь, ну, в декабре я их показывал в эфире, говорю, эти часы идут не точно, вот, ну, в этом плане, да, мы уже выстроились, да, вот, есть уже новая страна, заниматься, так сказать, ну, антикоммунизм, то есть, критиковать правящую систему коммунистическую, которая уже умерла, бессмысленно, надо уже заниматься новыми вопросами, это все поменялось, вот, ну, правило, в 93-м году уже мы меня закрыли при Ельцине, в общем, короче говоря, там уже другая пошла история, ну, вот, ну, короче, вот. Александр Михайлович, вы упомянули Сталина, я просто очень тоже хорошо, опять же, помню, тогда мы учили в школе, конец 80-х годов, когда вот только-только пошла вот эта первая информация о тех ужасах, которые творились в те годы, да, и для нас, для всех, я имею в виду, для вот молодого, для школьников, для молодого поколения, это было каким-то неким чудовищным открытием, да, никто не ожидал, и вы об этом тоже говорили, и сегодня в России происходит, ну, какая-то вот такая подмена, да, то есть идет какой-то такой обратный процесс, Сталин вроде бы как великий большой менеджер, который выиграл войну, который построил страну, индустриализацию и так далее, и так далее, и насколько я знаю даже... Пожалуйста, оставайтесь на линии через некоторое время... Алло, Александр Михайлович? Да-да-да. Да-да-да, ага, немножечко прервалось. Да, вот с чем это связано? Действительно ли это так, что вот идет некое обожествление Сталина сегодня? Ну, я сомневаюсь, что можно назвать о божествлении, скорее, ну, есть, как сказать, ну... Ну, понимаете, когда дураки занимаются идейными вопросами, или карьеристы, которые сейчас у нас на телевидении, то, понимаете, ничего хорошего из этого не получится, понимаете? Во-первых, авторитета у них нет, вот у современных ведущих, потому что они занимаются залимой пропагандой. Во-вторых, они говорят вещи, ну, в таком вопросе, как Сталина, это очень чувствительный вопрос, понимаете? Я вот в 2007 году мы делали программу «Имя России», где наши телевизорители голосовали за разных, там, деятелей, там, культуры, политики, науки. Значит, первое место получил Александр Невский, второе — Иосиф Сталин. И тогда это была очень острая дискуссия, но она, на мой взгляд, имела такой смысл это обсуждать, потому что мы не говорили, что он хороший или плохой, мы говорили просто, ну, так сказать, значимый. Конечно, он внес. Для кого-то Сталин, там, благодаря ему, там, насылась атомная бомба, мы выиграли войну, провели индустриализацию, там, коллективизацию, что тоже правда. Для других это чудовищные жертвы. Ну, мне кажется, современная власть, если они занимаются вообще вопросами и обсуждают это с нынешними, вот, так называемыми телеведущими, а скорее пропагандистами, то им просто не хватает таланта и мозга, что, слушайте, но вопрос же не в том, была ли индустриализация, а вопрос какой ценой. Потому что пока мы не отбудем, сидим, а сколько, допустим, терпимо для нас было бы людей, чтобы погибло, и мы бы согласились с тем, что это Сталин хороший менеджер. Но ведь так же вопрос невозможно поставить, верно? Конечно. Поэтому все равно даже, конечно, эти колоссальные и невероятные успехи мы оцениваем с горечью, сглатываем боль, кровь и слезы, потому что, ну, цена-то была невероятная. Да, возможно, благодаря этой чудовищной цене, там, удалось бы готовиться к войне, да, и так далее, и так далее. Много – да, и очень много – нет. Поэтому это просто так вот произошло. И это ужасная история, она связана с огромным количеством факторов. И так вот просто, как они собираются там веселенькие в телевизоре и начинают про это разговаривать, это кощунство, по-моему, просто. Александр Михайлович, ну, известно то, что вот вы взяли первое интервью у Солженицына, когда он вернулся только из-за вынужденной миграции, да. Вы одними из первых подняли вопрос о захоронении Владимира Ильича Ленина, да, выносил его тело из мавзолея. И вот эта самая знаменитая история о передаче кассеты Горбачева вам, да, когда он находился еще в Форосе с обращением к советскому народу. Вот не могли бы немножечко рассказать поподробнее вот эту историю, я имею? И да, и продолжаете ли вы общаться с Михаилом Сергеевичем? Ну, он сейчас не в самом добром взрыве, но вообще, да, периодически, вообще. А что вот эта история? Ну, я из Белого дома, я поехал прямо за машиной Русского во Внуково, они улетали туда, аэропорт, по-моему, в Бельбек, ближайший к Форосу. Значит, добирается Михаил Сергеевич. С Русским был спецназ, ну, я там рвался, значит, на борт, они прям, тогда не было еще этих рукавов, были вот такие, знаете, как сейчас иногда, когда самолет не подвозят к терминалу, такие вот, как это, ну, не эскалатор, а колесинка на колесах, которые подъезжают, да, такие у них. Вот на эту штуку я до середины уже долез, и меня сейчас дергивают вниз, короче, они меня просто отодрали. Ага. И стоит наверху Луцкой, я говорю, Саша, ну, хотя бы оператора возьми, мы его на сердце не можем просить. Ну, ладно, я здесь останусь. Вот, и дальше мы сидели во Внуково, ждали, переместились во Внуково-3, президентские аэротромы, ждали там. С Никитой Сергеевичем и Ханковом, кстати, сидели, вот там, очень интересно общались вообще. Вот. А потом прилетел Горбачев, вот, я подошел к нему, поздравил, так сказать, ему говорят, завтра я вас жду в Кремле. А следующий день мы приехали в Кремль, а там, значит, мы с, значит, я с Андреем Раташом приехал, в Царство Небесное, тоже один такой известный товарищ-друг, который уже с нами, тоже работал ведущим. Вот. А там толпа народу, значит, Рафит, Мишанов, Лукьянов, значит, в связи Ариапад, и все это Политбюро, человек 20, его приемный стоит. Я так же думаю, значит, я говорю, Раташ, Андрюх, пойдем пока соберем по всем кабинетам сушки, какие-то там печенье, потому что сидеть нам здесь до вечера. Кормить не буду, потому что, ну, тут, как, изолированный блок, вряд ли там. Короче, у меня была мысль только запастись водой и печеньем, чтобы дожить. Тут приезжает Михаил Сергеевич, и вдруг, значит, говорят, а, ну, вы первые. Типа вот это было у меня уже очень неожиданно, что все руководители страны, а, значит, президент предпочитает встречу с журналистом. Вот. Ну, и там я, конечно, готовился, а у нас был уже свой эпизод такой, мы с Владиком Листом тоже уже, к сожалению, покойник, значит, как-то на выставке в году 88-го ловили Горбачева, была какая-то молодежная выставка в московском городе молодежи. И, значит, Влад отвлекал охрану, а я, значит, подобрался как можно ближе к Михаилу Сергеевичу и громко крикнул, Михаил Сергеевич, ответьте, пожалуйста, а когда уже публичные, все камеры работают, ну, как правило, политические руководители, ну, они показывают, что они, в принципе, ну, склонны быть людьми. И так-то он на интервью, конечно, никогда бы не согласился дать. А тут вроде, ну, вот я поставил ситуацию, он был вынужден отвечать. Собственно, один вопрос я успел задать, когда вы придете в программу «Взгляд». Потому что для нас еще было важно показать всем, ну, всей стране, что Горбачев нас поддерживает, потому что, значит, ну, постоянно нас закрывали, переоткрывали там выголы, какие-то там уголовные дела, ну, это все, это обычная история. Значит, и я бы говорил, он говорит, ну, когда мои взгляды, когда ваши взгляды все упадут с моими, тогда я к вам приду. Это потом мы гоняли еще раз в эфире это его высказывание, это ставшее, как сейчас говорят, нематиком. Вот. И, значит, я думаю, сейчас я зайду, и я вам скажу, ну, что у них у нас видишь, совпали наши взгляды? С разбашом по-соему, сыгра, отдых небес, это будет, он говорит, ну, да, в принципе, наверное, человек только пережил, давай, по крайней мере, не давай лучше в конце интервью тогда. И мы заходим, тот самый, он идет на встречу, говорит, Александр Михайлович, ну, вот, видите, наши взгляды наконец совпали, то есть он помнил, это 88-90, три года прошло, вот, что там было мне тогда на эту историю, или подсказали. Вот, а там была его пресс-секретарь, Итаня Никитина Чегнатенко, и они нам дали эту пленку, собственно, это из ВХС-кассеты, если, может, некоторые телевизорители, радиослушатели помнят, что такой был формат, они просто вытащили на нее пленку, где было его вот это обращение миру, значит, фиксировано, и там буфетчица, типа, в бюстгальтере провезла в Москву, потому что он еще не знал, куда ее везут, и вот, собственно, нам ее отдали, мы там прям, вы даже это показали, в эфире, это, наверное, есть в архивах, как разбашь сидит, он вклеивает эту пленку в кассету ВХС, мы с ВХС перегоняем на профессиональный стандарт и таком, ну, и так у нас появилась уже более-менее такая внятная запись, и тут же вечером мы ее показали, ему миру, дальше уже там все американцы и все прочие начали показать. — Спасибо, Александр Михайлович. — Извините, что долго, просто вы такой вопрос задали. — Нет, это очень интересно, почему нет, это как раз, как раз наоборот, очень здорово. Александр Михайлович, вопрос от нашего радиослушателя, ваше отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, к Ельцину и к Путину, вот такой вопрос. — Вы знаете, это вот, как сейчас тоже, вот очень, как вы спросили, вот про Сталина, вроде бы, так сказать, определенный термидор, там, если в терминах французской революции произошел после прихода Путина, да, и, значит, все начинают сразу говорить, кто виноват в наших бедах, это вот русские черта, я сказать, виноваты. Ну, конечно, Горбачев, он развалил все, а Ельцин, значит, при нем мы все внищали, вот они во всем виноваты. У нас даже тут проводился опрос какой-то, четверть населения признали себя жертвами перестройки, а какой-то идиот из депутатов даже собирается внести, в Госдуме законопроект, чтобы им выплачивали деньги. Вот. Такие у нас вот бывают тоже повороты для нашей внутренней политики. Вот. Ну, это все очень преждевременное суждение. Я думаю, что в историю, вот так вот лет через 100-200, войдут, они войдут вот все вместе, троем или четвером, зависит от Путина. То есть, благодаря Горбачеву и Ельцину, собственно, удалось вот эту колоссальную проблему, вот этого состояния мирового коммунизма с ядерным оружием, в гигантской армии, чудовищно бессмысленно, где там танков, танков больше, чем автомобилей. Все это как-то так осторожно разобрать на части, чтобы убить как можно меньше людей. Я напомню, в 92-м году поделали три мальчика, жалко их очень, но они на адреналине в туннеле просто набросились на Беттер и закрыли глаза машинистам. Да-да-да. И так стоялся неадекватно, потому что они спасали свою боевую машину. Слава богу, в общем, могли гибнуть, спросить. Вспомните историю России, вообще любой другой страны, как там разваливается империя. Это вообще часто бывает весьма-весьма кровавая история. В этом смысле Горбачев вот уникальный политический деятель, который, да, лавирует, да, вот мы его критиковали за непоследовательность, за медлительность, но, может быть, именно благодаря его непоследовательности, его медлительности, вот эта чудовищная организация вся, КПСФ, она потихонечку пришла в упадок. И она была бессильна уже, даже в момент, когда они из последних сил взяли тогда власть в 91-м, и то у них их никто не поддержал, по сути, все это развалилось. Может быть, вот за это нужно, за это надо ценить. А потом Ельцин, который страна нищая, да, он принял решительные действия, да, на жизнь людей это сказалось очень тяжело. Ну, простите, от голода никто на улицах не валялся. Ну, то есть, надо же все-таки оценивать как-то объективно то, что происходило. Потом пришел Путин, ну, и вот, собственно, сейчас стоит вопрос. При нем, конечно, там, ну, и он молодец, и цена на них помогла, и во внешней политике он, так сказать, укрепил очень позиции Российской Федерации. Но историческая миссия его, мне кажется, заключается в том, что все-таки вот традиционный феодальный уклад, который у нас был и при царе, и при коммунистах, и сейчас, все-таки перевести в систему современной демократии. Вот либо это делает он, либо кто-то четвертый. Вот они так четверкой или тройкой и войдут в русскую историю. Спасибо большое, Александр Михайлович. С вашего позволения телефонный звонок. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро всем. Здравствуйте, Александр Михайлович. Я Ластерска. Меня тоже зовут Александр. И у меня такой вопрос... Можно Александр? Зачем Михайлович? Я очень молодой, это большие надежды. У нас в Ванкувере будет балет Мариинского театра, посвященный Майе Плесецкой, известный своим уникальным творческим долголетием. И, к примеру, Владимир Владимирович Познер, известный журналист, в свои 85 лет тоже находится на пике своей творческой деятельности. Вот как по-вашему? Что является ключом к такому уникальному явлению, помимо, конечно, здоровья? И собираетесь ли вы лично продолжить эту хорошую традицию? Спасибо. Спасибо. Александр. Я, к сожалению, в профессии работать не могу сейчас в России. Я продюсирую сериалы, разные программы, телевизионные фильмы. Но еще другими бизнесами занимаюсь. Рестораны какие-то у нас тут есть. В общем, это все не имеет отношения к тому, о чем вы спрашиваете. А я же не могу. Нас сейчас нет в телевидении, журналистике. У нас есть только пропагандисты. С ними тягаться я не хочу. На это, во-первых, не получится. Даже если я в тяжелую годину с голоду пойду потолонюсь и скажу, возьмите меня в администрацию президента, у меня это все равно неискренне получится. Никто не поверит. Потому что я все равно что-то там задумал. Понимаете? Поэтому не знаю, как у меня получится. А да, многие люди... Слушайте, А вот Юрий Петрович любимым, каким однофамильцем я являюсь. Лет до 95 еще, 600 в спектакле. Дай бог всем. Папа у меня пишет постоянно вот сегодня или вчера опять очередную статью написал. Ему тоже 85. Так что... Дай бог вам, Александр, и мне. Спасибо. Следующий телефонный звонок у нас есть. Доброе утро. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. Доброе утро. И у меня есть вопрос. Конечно. Александру. Мне очень интересно было слышать последнее его высказывание в этом эфире. И в связи с этим я бы хотел узнать его мнение. Такого типа люди, как Александр, они как в каком-то смысле провидцы. В каком-то смысле они как это говорят нет пророка в отечестве. Ну, они в каком-то смысле эту функцию выполняют. Я хотел задать вопрос. Как вы видите и что вы такое будущее в России вы видите сравнивая ее с либерально-гомосексуальным абсолютно политкорректным обдолбанным и обкуренным западным обществом и теми остатками христианских ценностей, которыми все еще обладают или хотят обладать россияне и жители большого ну, бывшего Советского Союза. Спасибо, спасибо, Владимир. Спасибо, Александр Михайлович. Тема гомосексуализма и обкуренности это наша болезнь. Я так плохо не отношусь, во-первых. Алло. Да-да-да. Я так ужасно не отношусь к этой как вы сказали гомосексуальной. Это наша просто болезненная тема. Здесь я имею в виду Да, я понимаю, но, слушайте, ну, да, меня тоже смущает, когда я приезжал в Штаты, там, некоторые вещи, но как-то мне кажется, все-таки, ну, 800 людей живут нормально. Чего так это всех волнует вообще? Ну, я, может, что-то не знаю, что там происходит, но... Ну, да, есть и есть нюансы, действительно, особенно вот это как раз-таки те люди, которые еще жили в Советском Союзе, переехали достаточно давно, в общем-то, действительно, ну, ментальность, она как-то, ну, невоспринимаемая, вот это то, что действительно происходит сейчас, и то, что здесь у нас в Канаде легализовали марихуану, и можно совершенно спокойно покупать, курить где угодно, абсолютно. Даже к сигаретам, может быть, так жестко не относятся, вернее, к марихуане так жестко не относятся, как жестко относится к простым сигаретам, да, то есть марихуана, она как-то более вот свободно здесь ходит, и как-то более уважаема, я бы так сказал, вот, но это уже, как говорится, да, это вот наша такая внутренняя болезненная тема. Александр Михайлович, ну, вот вы уже упомянули... Мы не пойдем, я думаю, что все-таки мы, или там, Владимир Владимирович Путин не пойдет крестовым походом на ЛГБТ, значит, легализм, вот, ну, очевидно, что, да, в мире масса укладов жизненных, и даже в Европе и в разных странах все по-разному, и там, наверное, подходит к границе открытый, и у людей появляется больше финансовых возможностей путешествовать, наверное, в ближайшие 100 лет вот мы все разделимся, там, типа, от Калифорнии до Сиэтла, или, может, туда к вам, в Сторм-Ванкувер, будут жить ЛГБТ, от России еще туда в Азию переедут все гетросексуалы, я не знаю, вот скорее будет передвижение народов, чем весовые походы за какие-то ценности, потому что у нас где-то вот, мне кажется, у меня есть, ну, не то же там друзья-не-друзья, но есть друзья, которые, значит, ты говоришь, гомосексуалисты, но у нас вообще-то, ну, как-то я вообще не понимаю, в чем проблема, и они, кстати, тоже не понимают, когда, они говорят, вот эти, к ноду парады выходят, говорят, это какие-то, говорят, это не геи, и дальше приходится известное русское слово на П, кто они. Спасибо, Александр Николаевич. Это не настоящие, это не настоящие, это именно такие вот, степильные. А следующий у нас телефонный звонок, есть доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро в эфире. меня по-прежнему зовут Владимир, я бы хотел уточнить, у меня не был праздный вопрос, и это для меня, у меня возраст такой же, как у Путина, 67 лет, и я хотел бы сказать, что у меня четверо детей, 12 внуков и два правнука, и для меня очень принципиально, какой мир я оставлю им, когда меня не будет. И вот я вижу те проблемы, которые есть в России, и вижу то абсолютно безбудущное будущее на Западе, и думаю, опять, во второй раз, поменять свою жизнь, и рвануть куда-нибудь еще. Вот куда рвануть, это очень трудно, так может быть в Россию, не представить и сделать. Спасибо, 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 Владимир, спасибо. Да, я понял вас, ну, если вас наболело, то я просто вряд ли могу ответить, чем более взять на себя ответственность, там что-то сказать, а вы потом меняете все и скажете, то лучше ЛГБТ, чем этот Путин. Так что же может быть? Конечно. Поэтому я точно не возьмусь вам советовать, но да, в каждой стране свои проблемы, и в общем тут, ну, мы все можем выбирать. Я живу в России, буду жить в России, мне здесь понятно все, да, меня очень много не устраивает, у нас нет политических прав, у нас нет свободы мнения, у нас невозможно допроводить демонстрацию, у нас нет судебной системы, у нас чуточная полиция, и так далее, так далее, так далее, так далее. Но является ли вот проблема ЛГБТ, здесь в России проблемой, вот это, мне кажется, преувеличение, скорее нет чем-то. Александр, ну, вы уже упомянули о вашем отношении к современному телевидению российскому, я имею в виду, да, то, что сегодня в основном действительно, ну, по большей части пропагандистские программы, вот, но, опять же, появляются молодые журналисты, и вы не раз упоминали, например, того же Дудя, да, который создал свой канал на Ютьюбе, вот, кстати говоря, о Сталине, не так давно был фильм Колыма Родина Страха, он замечательный фильм про Бодрова Сергея сделал, вот, как вы считаете, для того, чтобы действительно, ну, что-то попытаться изменить, я имею в виду, в передаче, в самой информации, да, и, кстати говоря, вот, Алексей Пивоваров открыл недавно свой канал, да, то есть, действительно, нужно просто выходить в Ютьюб, и вообще, как вы видите, вот, какое будущее у Ютьюба по сравнению с телевидением, сегодняшним современным, я имею в виду телевидением? Ну, вот, смотрите, там, там проблема зарабатывать, так вот, говорят, простым языком, то есть, ну, вот, это такое, вот, скорее, наверное, для молодых, потому что это огромные риски, тратить время, силы, вот, лично я, ну, я даже, знаете, я вот не очень понимаю, как-то работать бесплатно, потому что, если я работаю бесплатно, то это, значит, что я не работу делаю, а я имею какую-то, что-то сказать, а мне, вот, даже, честно говоря, я же журналист, я, в принципе, не оракул, не мессия, вот так вот перейти вдруг в разряд людей, чьи мнение почему-то важно, мне вот, как-то пока, не очень чувствую себя, как-то неправильно, многие это делают, но, вот, в состоянии выглядят, как комики, неважно, в интернете, или в телевидении, лучше помедиклаб смотреть, как мы, вот эти общественнеполитические, так называемые программы, которые тоже комичные, на мой взгляд, вот, так что, не знаю, а будь, да, замечательная, чем больше этого будь, тем лучше у нас очень свободный интернет, там, любые точки зрения, другую, что трудно собрать, там, вот, большую аудиторию, и трудно сделать это, ну, так сказать, фактором, таким, ну, чтобы это обсуждалось в обществе, ведь, очень важно, мне кажется, для любого общества, это когда, с точки зрения, оттачиваются в каком-то политическом пространстве, для этого нужна политическая конкуренция, для этого нужны выборы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, свободно, у нас этого нет, поэтому, ну, голые глаза пьющие в пустыне, мы послушали, друзья, ну, вот, немножко так, успокоились, вот, как раньше, голос Америки послушали, препятствия в паре, спасибо, Александр Михайлович, у нас телефонный звонок, доброе утро в эфире, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, это Александр Снова, вы знаете, Александр, у меня такой простой вопрос, вот, слушая вас, хочется спросить, а вот, как вы отдыхаете, что входит в круг ваших интересов, любите ли вы кино, театр, как вы проводите свободное время, спасибо, спасибо, Я очень по-разному, спорт, кино, театр, книги, кайпсёрфинг, хоккей, вот, кстати, сейчас сломал ногу, лежу, на хоккее сломал ногу, вот, так что, время нашлось с вами пообщаться, ну, где-то, конечно, это цинично будет сказано, но где-то нам, может быть, и повезло, Александр Михайлович, хотел спросить, у нас время, к сожалению, ограничено, друзья, буквально еще пять минут, если кто-то хотел бы задать вопрос, Александр Михайлович, пожалуйста, звоните, ну, а я хотел бы, вот, немножечко, может быть, подытожить, это как раз то, о чем мы хотели поговорить, это вот современное российское телевидение, вы знаете его вдоль и поперек, вы знаете всю кухню, вот, относительно свободы, да, вот та свобода, которая была, скажем, в конце 80-х, начало 90-х годов, когда вы работали в программе «Взгляд», и сегодняшнее современное телевидение, в принципе, опять же, вы частично уже ответили на этот вопрос, тем не менее, вот если сравнивать эти два телевидения, ну, это что, это пропасть между ними? Ну, просто разные, там, я знаю, в принципе, вот я смотрю, там, скажем, как существует сейчас, там, американские телевидения, там хотя бы есть разные, да, то есть, CNN против Fox, а у нас все в одну дудку, конечно, это нельзя сравнивать, даже 90-е, хотя там, многих ведущих, и, кстати, справедливо обвиняют, что они там действовали в интересах олигархических групп, там, там, того же, вот, недавно ушедшего, Сережа Даренко, или, там, и Евгения Киселева, который работал на Гусинского, но я хочу сказать, что даже в последние годы все-таки зритель мог включить, допустим, телевизор, и увидеть разные точки зрения, там, на одну и ту же проблему, скажем, там, Коля Сванидзе, который там всегда так, забирал, зачупается, он на одну точку зрения, скажем, там, Свету Сорокину другую, там, Женя Киселев третью, Даренко четвертая, я пятую, и так далее, так далее, так далее, было очень много разных точек зрения, и, к слову, в это же время работали в эфире и нынешние звезды, значит, я не имею в виду и Соловьев, и Киселев, просто их никто не знал, потому что они в конкурентной среде не способны выживать, их никто вообще не смотрел, не слушал. Спасибо, Александр Михайлович, следующий телефонный звонок, доброе утро, здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, сын, здравствуйте, гость Александр, у меня вот такой вопрос. Доброе утро. Наш вот народ, советский, современный народ, он не глупый народ, это совершенно понятно, но не очень послушный, вот если бы Путину пришлось бы руководить китайским народом, который очень законопослушный и по призыву своего правительства сейчас собирает чемоданы и уезжает в Китай. Как вы думаете, как бы Россия пошла, по какому пути, если бы Путин был с китайским народом? Интересный такой вопрос. Спасибо. Как на него ответить, да? Думаю, что какой бы ответ у меня ни, я настолько легко отвечать на этот вопрос, потому что это как представитель, что марсиане пришли управлять Россией, да, поэтому есть уже очевидные вещи, что возможно, что не возможно. Действительно, вы правы, что вся история России, огромная территория, малое население, позднее включение в генетатические процессы в Европе, я имею в виду, ну, возьмем, середину 19-го века, там, отмена, по сути, рабовладения, позднее, там, в 61-й год, 1800, ну, то есть все вот это немножко как бы оттягивало, оттягивало, оттягивало и, кстати, взорвало чудовищным образом всю страну и привело к колоссальному моральному, материальному, другому, другому. Вот, и, конечно, да, здесь просто так вот не построишь, как там в Канаде, там, во Франции, конечно, не построишь, это я согласен. Ну, вот он пытается, делает, как он умеет, я думаю, ему многое получается, вот, но действует он именно так, как он умеет. На мой взгляд, у него есть отсутствие умения работать в условиях конкуренции. Он так и строит все, как он понимает. Это и хорошо, и плохо, потому что, с одной стороны, да, для него это управляемо, а для тех сил, которые все равно в России есть, огромный, конечно, предприниматель, ученых, возможных политиков, они чувствуют себя, так сказать, немножко на периферии процессов, потому что они не могут самовыразиться, и подавления к этой системе. да, такое время, не думаю, что это страшно, но надо это потихонечку все равно будет меняться. Смотрите, какие-то выборы в Мосгордумовом, сразу какая реакция у людей, уже все это, долго такая штука не сработает. Так что будет меняться. конечно, идеально, чтобы это менялось как-то легитимно, через выборы, чтобы это не была опять-таки подставная история, как с дивидиумом тогда, ну да, хотелось бы так. Как сейчас многие говорят в том числе и в администрации президента, что, значит, так они задают вопрос часто. А вот, ну ты же понимаешь, что при Путине будет только хуже. Ну да, в принципе, да. Одно, ты же знаешь, что после него будет еще хуже. вот сиди и думай. Спасибо, Александр Михайлович. Последний телефонный вопрос, обещаю, и мы заканчиваем. Доброе утро, Филис, здравствуйте, как зовут вас? Доброе утро всем, добрый вечер, Александр. Хотелось бы услышать ваш ответ. Вот сейчас очень много доступных источников информации, устных и печатных, и это все разнополярная информация. Вот как вы думаете, значит, вот единство и борьба противоположностей или это делайте выводы сами. То есть дает людям информацию и каждый берет то, что ему вкусно. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну я думаю, да, вы сами ответили, конечно, да, вам представляется возможность свободного выбора. Иногда это тяжело, потому что выбирать тяжело, чтобы выбрать правильно, надо что-то знать. Иногда не хватает знания, не хватает опыта, не хватает воли, иногда страшно. Но таков современный мир, потому что никто не знает правды, на самом деле. Всем правят интересы, а не правда. Правда и раньше не было, просто сейчас все поняли, что ее нет, а раньше думали, что есть. Александр Михайлович, спасибо вам огромное, хотелось пожелать вам поправиться как можно скорее, и, конечно же, приезжайте к нам в Ванкувер. Кстати говоря, вы когда-нибудь были в Ванкувере? Да я вообще в Канаде не был, у меня там друзья в Торонто, никак не доедут о них. Обязательно, обязательно приезжайте, очень вас ждем. Спасибо вам еще раз огромное за время, которое вы нам уделили, очень приятно, поверьте, честно говоря, до последнего не мог поверить, что вообще это возможно. Спасибо вам огромное. Да и почему, не проблема, пожалуйста, заводите, договоримся, если еще будет какой-то интерес. Конечно будет. Обнаглею, обнаглею. Спасибо большое, Ну все, хорошего вам завтрака. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Пять раз в неделю. С понедельника по пятницу В прямом эфире Хожу Вера Радио Вера Начали По-доброму Нача